Львиная доля жителей нашего города требует у депутатов доступность водоснабжения и освещенные улицы. Рабочая группа в администрации Улан-Удэ провела совещание, чтобы выяснить, куда и какие средства выделили и кому чего не хватает. Всего под программой запланировано устройство уличного освещения на 105 объектах, которые включают 89 улиц в отдаленных микрорайонах и центральной части города. Из 105 объектов силами МБУ «Горсвет» запланировано выполнение работ по 102 объектам. Три объекта будут выставлены на торги. Задачу ставят и обособить пешеходные переходы специальными световыми сигналами. Я не согласен, что 30 пешеходных переходов нуждаются в доп. освещении. Я думаю, что их больше в городе. Вон, по Трабачеву, проверьте, посмотрите. Пешеход идет через улицу, он думает, что его все видят. А на самом деле его вообще не видно там. Это что касается освещения. Говоря о водоснабжении, то республика участвует в федеральной программе «Чистая вода». Благодаря ей в Улан-Удэ появятся новые водоколонки в местах наиболее необходимых. В этом году общий объем финансирования, связанный с водоснабжением и со строительством ливневой канализации, составляет 195 млн 996 700 рублей, из которых 150 млн 648 тысяч – это средства федерального бюджета, 22,966 – это средства местного бюджета, в том числе в рамках программы по развитию отдаленных микрорайонов. И доля софинансирования с учетом мероприятий общественной инфраструктуры составляет в целом 22 млн 382 тысячи 500 рублей. Остальные средства – это доля софинансирования с учетом мероприятий по созданию общественной инфраструктуры. Кроме того, депутаты горсовета выступают за раннее начало строительства детских площадок и плотные работы с подрядными организациями. Уже в конце марта депутаты собираются объехать город и оценить начало строительного сезона. Бояр Цедыпов, Бато Гармен. Новости дня.